Продолжение следует... Наши сегодняшние работы... Вот эти ключевые слова, которые произнес Владимир Валентинович. Молодец. Вот именно их я и искал. Наставили мешков. Смысл проводить первомайские, майские субботники, если у нас на улицах потом остаются стоять огромные кучи мешков. Потом собаки, бомжи их раздирают и становится то же самое, что было до субботника. Смысл наставлять эти мешки? Кто должен убирать эти мешки? Сколько эти должны мешки стоять? Непонятно. Может быть они стоять должны от субботника до субботника целый год, чтобы было видно, что в городе проводятся субботники, что-то убирается. Мы едем по улицам, ну по центральным еще худо-бедно убирается, а по окраинам, где ездят, между прочим, простые люди. Там очень много куч с мешками. С мусорной реформой вообще непонятно, кто должен убирать эти мешки. Лежат огромные-огромные свалки. Люди с окрестных домов, у кого нет мусоропровода, легче, чем дойти до бочков. Они в результате идут мимо этих куч, добавляют свои бытовые отходы, и кучи становятся стихийные какие-то, огромные просто. Так что, друзья, кто должен убрать эти наставленные мешки? И до каких пор они могут стоять? Оставайтесь со мной. Непонятно много. Здравствуйте. Вы позвонили в дежурно-диспетчерскую службу администрации города ОМП. Для контроля качества обслуживания телефонный разговор записывается. КОНЕЦ Добрый день. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, вот у меня такой вопрос. После того, как прошел субботник в городе Омске, вот в частности улица Арнольда Небута, вся обочина завалена грудами мешков с мусором. А кто занимается сбором всего этого? Просто я не могу концов найти. Вы получаете дорожное хозяйство и благоустройство. Давайте я вас соединю с ними, вы уточните. Нет, давайте. Скажите, пожалуйста, имя ваша. Сара Унихин Александр Андреевич. Оставайтесь на линии, пожалуйста, трубочку не кладите. Спасибо. Спасибо. Добрый день. Добрый. Скажите, пожалуйста, вот после субботника в городе Омске, в частности на улице Арнольда Небута, вдоль обочины, горы, горы мешков. Сейчас люди добавляют и свалки становятся стихийными. Как бы, чтобы вывезли? Кто занимается этим? Да. Ну, как только, как говорят, что они не вывезли. Ну, на ней вот так вот зовут. Кто вы это вообще? Ну или кто это? А где там на ней вот так конкретно? Начиная от производственных, в частности вот до 20-й линии, вся дорога, вся дорога, я сегодня ехал, снимал видео. Особенно вот меня беспокоило Арнольда Небута, 25. Небута, 25. Барачье здание, там просто везде стоят культурно, ну, куча мешков, мешки с мусором. А там люди накидали уже бутылок, все это выкатывается на проезжую часть, то есть там стекло. То есть, может машина куда-то на бутылку наехать, в результате авария будет. Ну, хорошо, я записал его, да его передадим, проедем, посмотрим. Вообще, в идее, после субботника просто люди выносят, наставляют мешки. Нет, вот вчера ко мне подошла жительница микрорайона, просто у меня YouTube-канал свой, то есть она попросила помощи, говорит, месяц уже вот эта свалка лежит, месяц. То есть месяц, там уже видно, что это не свежие мешки, они уже слоем, приличным грязи покрыты, то есть в течение месяца никто ничего не увозил. Хорошо, я записала, я в ДЛ передам вашу заявку. Огромное, спасибо. Проеду, посмотрю. Огромное, спасибо. Огромное, спасибо.